В студии Татьяна Голубева В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня Смотрите выпуски В зоне риска вода в Аби в районе Барнаула за сутки выросла почти на 90 сантиметров Телефоны в сторону, включаем голову Валерьянку не пили точно, но, конечно, вчера очень долго сидели, разговаривали Выпускники сдают первые экзамены в рамках ЕГЭ Каждый желающий сможет забрать себе частичку истории Старые калькуляторы рабочие, вентиляторы, таблички интересные В Барнауле продолжают восстанавливать дворец спорта по новому Титофорену В зоне риска вода в Аби в районе Барнаула продолжает пребывать Только за один день уровень поднялся почти на 100 сантиметров Правда, до критической отметки еще больше метра Между тем, в Бийске и Сростках спасатели региона зафиксировали значительный спад воды Отступила она и в Черышском, а также Солонежинском районе Которые традиционно первыми оказались под ударом стихии По информации МЧС, на сегодня нет ни одного потопленного дома В целом же, паводок, отмечают в ведомстве, проходит в спокойном режиме Сейчас идет так называемая вторая волна Традиционно в это время тают ледники в верховьях горных рек в соседней республике Алтай Спасатели по-прежнему держат ситуацию с паводковой обстановкой на контроле В этом случае контроль тоже не помешает И прежде всего над своими эмоциями Сегодня у выпускников школ начались первые единые государственные экзамены Одиннадцатиклассники сдают географию и литературу С подробностями Ирина Корчагина С минуты на минуту из 38-й школы выйдут ученики Которые сегодня прошли боевое крещение Сдали свой первый экзамен У кого-то это литература, у кого-то и география Более трех часов под прицелом камеры наблюдателей Теперь можно выдохнуть Обычную литературу сдают намного позже Считается, что это один из самых сложных экзаменов Но в этом году как раз будущие журналисты и филологи Стали первопроходцем ЕГЭ По краю это 800 школьников К экзамену я готовился год Но это с учетом того, что У меня хорошо помогали с подготовкой Знакомые, которые занимаются литературой Были сейчас какие-то задания, которые вас просто в ступор поставили? В ступор они, скорее всего Да, были такие задания Но ступор они ставили лишь от того, что Им на незнание или забыл То, что где-то вот в голове это есть Но вспомнить не получается У меня дочь сдает литературу Учится в гимназии номер 22 Вот решила стать филологом Валерьянку не пели точно Но, конечно, вчера очень долго сидели, разговаривали Сегодня встали все в 5.40 Чтобы подготовиться А вот ЕГЭ по географии оказалась менее популярным, чем по литературе Географию сдали около 400 жителей региона Я думаю, скорее уверена была У меня предмет к ней сильно обязательно идет Поэтому особого волнения не испытывала У нас пока печатались бланки Это занимает примерно минут 20 У нас заснула девочка и начала храпеть на аудиторию Пока ее не разбудили Но чуть-чуть отвлеклись, зато расслабились Надолго расслабиться не получится Впереди еще две недели экзаменов Последний пройдет 13 июня По биологии и информатике А уже в эту среду 13,5 тысяч школьников края будут сдавать базовую и профильную математику Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком Пока 11-классники решают тесты по географии Гораздо более масштабные задачи Именно как будет развиваться экономика России и Алтайского края В свете новой индустриальной революции И что это вообще такое Пытаются решить ученые, представители власти и бизнеса Масштабный симпозиум прошел в Белокурихе Мероприятие формата научной дискуссии впервые прошло на Алтае И объединило представителей власти, бизнеса и деятелей науки из Москвы, Новосибирска и Барнаула Современный мир диктует быструю цифровизацию в экономике и знания глобальных трендов Поэтому эксперты симпозиума отметили необходимость выхода страны На новые технологические рубежи и внедрение инноваций Как в промышленности, так и в других сферах Но для этого стоит протестировать возможные модели развития в отдельном регионе Например, как в Китае Регион, как они полагают, отдельный регион, имеет шанс сделать рывок Если здесь, в том или ином регионе, создается инновационный хаб То есть центр по производству новых идей, новых знаний и попыток экспериментировать Если подобные центры дадут положительные результаты, успешный опыт внедряют по всей стране А вот как такие перемены могут отразиться на Алтайском крае, в случае, если наш регион станет подобной экспериментальной площадкой Регионы с традиционным укладом экономики, они для нашей страны, на мой взгляд, самые перспективные Для того, чтобы здесь ускорять инновационное развитие на базе новых технологий Потому что они доступны, новые технологии Вам не нужно тратить большие средства на то, чтобы их разрабатывать Наталья Иванова также отметила, что Алтаю пробиться в лидеры вполне реально Власти и бизнес уже готовы пробовать совершенствовать экономику региона на практике Главное – разобраться в теории совместно с экспертами Это касается технической и технологической модернизации, роста экспорта, расширения географии сбыта Итогом дискуссии станут рекомендации о подготовке стратегии социально-экономического развития до 2035 года Анастасия Бертенева, День с толком Продолжим Иван Нифонтов представит Единую Россию на довыборах в Барнаульскую думу Он победил в предварительном голосовании, которое прошло 26 мая Голосование было тайным Избиратели могли отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам По итогам предварительного голосования с результатом почти в 73% Победителем стал Иван Нифонтов, заслуженный мастер спорта Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира и Европы 2009 года Тоже будущих чемпионов, правда, по хоккею мечтают воспитать наши тренеры А для этого нужны достойные спортивные объекты Кстати, владелец сразу нескольких ледовых арен в Барнауле и Рубцовске Намерен возвести еще один объект в Улан-Удэ Стоимость работы оценивается более чем в 1 миллиард рублей Помимо этого, сейчас предприниматель активно ведет реконструкцию Теперь уже бывшего дворца зрелища спорта Обещают современную арену, которая будет отвечать всем требованиям Континентальной хоккейной лиги Кирилл Политов с подробностями Подготовили основное поле для монтажа уже существующего поля Плюс, чтобы могла зайти техника и спокойно помогать нам в демонтаже крыши Это та самая кровля, которая вызывала так много вопросов у спасателей В краевом ведомстве поверхность назвали пожароопасной Сложно поверить, но под потолком есть еще один Именно его сейчас укрепляют рабочие Мы там сегодня подшиваем профлистом крышу Из-за этого мы затянули маленькое снятие кровли Потому что удобно работать с существующих трапов, которые есть на кровле После того, как потолок разберут или, как тут говорят, обрушат Сюда пригласят жителей края Каждый желающий сможет забрать себе частичку истории Кто-то на память, кому-то в хозяйстве пригодится, говорят специалисты Деревянные панели раздадут абсолютно бесплатно Сэкономят на транспортных расходах Заодно окажут помощь людям Конструкция, она будет расширяться, расширяться До 4 метров в длину, 24 в ширину То есть эта конструкция будет вот здесь? Она будет еще больше Еще больше, но под потолком Вот на этом месте Здесь сейчас колонки, да? Да Творец зрелища спорта теперь уже история Сейчас это Титов арена В честь нашего знаменитого земляка Возле центрального входа установлен барельеф Переносители ломать пока еще не решили Возможно, сохранят и откроют музей Экспонаты находят тут же, буквально под ногами Старые калькуляторы рабочие, вентиляторы Таблички интересные Допустим, там табличка 50-х годов Вход 3 рубля Для детей рубль Под грифом секретного авторов проекта Фасад зданий не рассказали В этот раз обещают сюрприз Переделывать, а точнее доделывать Пришлось все тому же владельцу Михаилу Дроздову И другой свои объекты У все тех же спасателей и прокуроров Возник приличный список претензий До устранения Карандин арену решено было закрыть Добавить датчики пожарной сигнализации Они у нас стояли по проекту в один ряд Но под нормативным документом они должны стоять в два ряда Исправили это было одно из основных замечаний Из других отсутствие табличек выход и доводчиков на дверях Малое расстояние между рядами и перилами Дальнейшая судьба пока еще неизвестна В суде все мои акты и техническое заключение Испытательно-пожарной лаборатории приняли Все-таки жалоба будет подана дальше На пересмотрение этого дела И дело будет передано скорее всего в краевой суд Зато точно известно басты здесь не будет Концерт известного рэп-исполнителя перенесли в другой спортивный объект В дальнейшем от выступлений звезд Карандин арене решили отказаться Говорят, все-таки площадка не рассчитана на такое количество зрителей Главное это хоккей, который так нужен Алтаю Кирилл Политов, Николай Шилко, День с толком Еще о реконструкциях В Барнауле в этом году не только капитально отремонтируют проспект Ленина Но и благоустроят центральную пешеходную аллею В порядок приведут ее участок от улицы Молодежной до Партизанской Пожалуй, основные работы – замена асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку Кстати, она будет выглядеть как на этом эскизе Нескольких цветов Проектировщики уверяют, что плитка не только красивее, но и удобнее Гулять будет комфортно не только обычным прохожим, но и мамам с колясками А также инвалидам-колясочникам К слову, факт укладки плитки вызвал множество споров Однако разработчики проекта уверяют, что плитка будет хорошего качества Зазоров между удастся избежать К тому же ее цвет пока можно корректировать На аллее будет красивое освещение Поставят новые клумбы и скамейки Ориентировочная дата заключения контракта И начало работ – 6 июня Здесь скамейки не нужны Зрители за действием наблюдают стоя Самые быстрые авто Сибири в выходные собрались на заброшенном алтайском аэродроме Панфилова Эта трасса стала уже классической для состязаний в дрэк-рейсинге Гонках на короткие дистанции по прямой среди любителей С подробностями Андрей Дреер Едут быстро, но недалеко Всего 402 метра классическая дистанция дрэк-рейсинга Это ровно четверть мили традиции из Америки Где этот автоспорт и зародился На взлетной полосе аэродрома Панфилова Пилоты неофициально соревнуются уже с 2003 года Рекорд России по дрэк-рейсингу на 2016 год Поставлен 6,3 секунды А вот наши местные как-то приближаются к этому рекорду У нас местный рекорд этой трассы 9,003 Десятитысячный Пока Владислав Кащеев город Томск поставил Пока мы его не победили Но опыты ведутся Жгут резину на открытии сезона 58 участников со всей Сибири Плюс представители Казахстана Участвуют все от прокачанных шестерок до спортивных иномарок Классический дрэкстер для дрэк-рейсинга Это гигантские задние колеса Почти велосипедные передние и клиновидный корпус То есть проедешь те самые заветные четверть миль и назад в гараж Конечно, в Барнауле такой роскоши мало, кто себе может позволить Но даже то, что есть, максимально прокачивают Да, это обычные городские авто, которые постоянно тюнингуют для максимально быстрого преодоления 402 метров Есть, конечно, все же уникальные случаи Например, автомобиль Андрея Сердюкова Он готовит его только для дрэк-рейсинга Эта машина даже не имеет права передвигаться по дорогам общего пользования Она имеет спортпаспорт То есть, естественно, все перемещения только на эвакуаторах, автовозах Машина эта уже на автовозе каталась даже в город Грозный На этапы чемпионата России в прошлом году Такой почти самолет, конечно, не соперник отечественным почти дрэкстерам Автомобили тут делятся по группам Поэтому, как говорят организаторы, это борьба не кошельков, а реакции пилота Еще на старте Андрей Дригер, Александр Антропов, День с толком В Барнауле стартует третий сезон программы «Здорового образа жизни» в парке спорта Это уникальный проект, в рамках которого жители города могут привести себя в форму на бесплатных тренировках Танец, бокс и фитнес в одном флаконе Strong by Zumba – настоящий интенсив, который за два лета потянул фигуры сотни барнаульцев В этом сезоне, заставляя сердца биться чаще, будут еще четыре направления Танцевальное, табата – это жиросжигание за короткие периоды, плавные движения mind and body и классический функциональный тренинг Такое спортивное меню подготовили фитнес-инструкторы, они же и будут вести тренировки под открытым небом Люди приходят с улыбками, с настроением, потому что здесь тренировка – это эмоция настоящая Это спорт, это общение, это взаимодействие, это лето и это природа Непривычный формат, но тренировки будут длиться целых 50 минут С халтурить вряд ли удастся Всех, кто готов работать над красивой фигурой, а также поддержать здоровье, ждут в парке спорта на энтузиастов 12В в 19.30 Стартует проект 4 июня с функционального тренинга Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалара» Какой она будет, узнаете через несколько секунд У меня к этому часу все новости До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok